Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. На пробольное сбережение, пробный тест и иммунный щит. В Беларуси стартует вакцинация против гриппа. Чем опасен этот эпицезон? Что посеешь, то и пожнешь. В Бобруйском районе отпраздновали дожинки. Праздник для всех людей, праздник для всех хлеборобов. Кто позаботился о хлебе на столе? Народный контроль. Парламентарии продолжают мониторинг цен в магазинах. Каждый депутат – это потребитель. Он ходит точно так же, как все граждане покупают товары. Почем нынче молоко? Учительница «Первая моя». Педагоги отмечают свой профессиональный праздник. Поздравляю свою любимую учительницу Дулепскую Ирину Петровну. Для кого звенит звонок? Правда или фейк? В сети набирает обороты информация о мобилизации белорусов. Мобилизация, которая производится в Российской Федерации, к Республике Беларусь отношения не имеет. Как искажают суть? Расширение территории, ужас океана и звезда эстрады. Ушел из жизни Борис Моисеев. Какие хиты артиста знает каждый. Беларусь открыта для любых разумных инициатив. Президент принял верительные грамоты послов 11 стран. Вручили их представители Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии, Герцеговины, Бразилии, Кубу Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что дипломаты искренне уважают белорусский народ. Во время встречи глава государства затронул и ситуацию в мире. Наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизни на важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, без которых продовольствия не бывает. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Я недавно встречался с президентом России, мы долго обсуждали эту проблему. И в Беларуси, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал президент Путин, они готовы огромную массу зерна и пшениц, прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь, повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте. Одним из наиболее значимых для Беларуси партнеров в Латинской Америке президент называет Бразилию. Мы успешно сотрудничаем по разным направлениям. Тем временем, взаимная торговля с Бусни и Герцеговиной в последнее время показывает рост. Многие белорусские товары стали там достаточно узнаваемыми. Что касается ОАЭ, здесь Александр Лукашенко рассчитывает. Активная работа посла поможет нарастить торговлю и привлечет крупных эмиратских инвесторов в наше государство. Накопительная пенсия, персональная мобильность и иммунный щит. В стране стартует вакцинация против гриппа. Какие еще новации принес октябрь. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси начала работать добровольная накопительная пенсия. Клиенту необходимо заключить договор со страховой компанией «Стравита», а затем отчислить от 1 до 10% заработка. Такой же взнос, но не более 3% делает работодатель. Получать выплаты человек сможет в течение 5 или 10 лет после достижения пенсионного возраста. В стране стартует вакцинация против гриппа. В поликлинике уже поступил российский трехвалентный препарат «Гриппол плюс». Бесплатно прививать будут как взрослых, так и детей с 6 месяцев. Как отмечают эпидемиологи, заболеваемость последние два года была низкой, но в этом ожидается рост. С 27 октября вступит в силу дополнительное изменение в ПДД. Определение средств персональной мобильности, такие как самокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса, теперь будут закреплены в правилах. Максимальная скорость для них 25 км в час. Велосипедистам разрешат не спешиваться при пересечении дороги по пешеходному переходу. В Беларуси проходит первый этап репетиционного тестирования. Второй запланирован на январь-февраль. Третий пройдет с марта по апрель 2023. Проверить свои знания можно и онлайн на сайте РИКС. Нынешняя РТ никак не будет отличаться от предыдущего, несмотря на то, что в этом учебном году в выпускных классах введен централизованный экзамен. В стране с 1 по 15 октября вводится запрет на лов всех видов рыб на зимовальных ямах. В таких местах водные обитатели становятся легкой добычей. Именно поэтому устанавливаются ограничения, чтобы сохранить их популяцию и не допустить массового вылова. Дары земли в Бавруйском районе отметили дожинки. К празднику подготовились основательно. Самоуборочная, без сомнения, оказалась успешной. К республиканскому караваю наши аграрии добавили 37,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В лидерах по традиции СПК-гигант. О тружениках села Карина Гуревич. Плодородная белорусская земля кормит своих людей на протяжении многих лет. В благодарность к ней относятся с уважением и ласково называют «матушка». Конечно, получить хороший урожай без настоящих профессионалов невозможно. В Бавруйском районе простую истину знают хорошо. Праздник тружеников села здесь отмечают с размахом. В Больших Бортниках открывают детскую площадку и отреставрированный памятный знак воинам советской армии и партизанам-землякам. Затем переходят к главному. Чествуют тех, без кого не было бы хлеба на столе. Нехай живе на нашей Бобруйщине. Водор, лето, добробыт и мир. В этом году 16 экипажей комбайнов и 15 водителей преодолели тысячный рубеж. Наши аграрии добавили к общему караваю 37,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Вклад весомый. Еще впереди нас ждет зерно кукурузы, которое нам предстоит убирать где-то на порядка 4 тысячи с половиной гектар. Но это будет еще весомая прибавка, однозначно. А так, погодные условия в этом году были переменчивые, конечно, но дали возможность нам справиться. Справились достойно, оперативно. Праздник для всех людей, праздник для всех хлеборобов и не только праздник для села. Без сомнений, уборочная оказалась успешной. В передовиках, по традиции, гигант. СПК – абсолютный победитель по производственно-экономическим показателям среди сельхозорганизаций Бавруйского района. Здесь добросовестно трудятся и бережно относятся к земле. Вот уже 7 десятилетий. Этот год не стал исключением. Гордятся как урожаем, так и своими людьми. Молодой экипаж работал у нас. Они работали на «Алексион-540-м». Показали себя неплохо. Отнеслись к уборочной качественно, добросовестно выполняли свои все обязанности. Второе место по «Намолоту» заняли. Я считаю, неплохо. Они больше двух тысяч набрали. Их за это отблагодарили, как и материально. Приезжали в Воросполком, и профсоюз награждали. Ну, хлопцы довольные. О достижениях масштабной кампании говорят цифры. В этом году засеяли больше полутора тысяч гектаров. Треть, конечно, отвели пшеницы. И она не подкачала. Урожайность почти 88 центнеров с гектара. К караваю добавились бобовые, рапс, ячмень, третикали. Община молот без малого 9 тысяч тонн. А это почти 24% всего зерна Бавруйского района. Уборочная завершилась. Бескрайние поля не простаивают. Эти территории в кратчайшие сроки освободили от соломы. И подготовили к новой культуре. 106 гектаров засеивают озимым третикалия. Раньше здесь был рапс. В подмогу достойная техника. Тракторы, разбрасыватели удобрений, бороны. Парк внушительный, 57 единиц. В прошлом году хозяйство приобрело в лизинг погрузчики Амкорт. Прицепы, пресс-подборщики и косилки Бобруйска-Громаш. Часть уже привели в порядок и отправили на зимовку. Еще работа есть, она продолжается. У нас копка картофеля осталась еще и уборка кукурузы. Приобрели жадку на комбайн мощный, Алексион 760-й, 12-ти ротковую. Это чтобы ускорить темпы уборки кукурузы. Также кукурузу будем сушить на нашем же сушильном хозяйстве. Заслуженное второе место в районе с небольшим отрывом занимает Невский Агро. 8,5 тысяч тонн нового урожая. По сравнению с прошлым годом, плюс 2 тысячи караваю. Лучше всего себя проявил Азим и Ячмень. Помимо прочего, работник предприятия стал лучшим среди водителей на отвозке от комбайнов с результатом свыше 3 тысяч тонн зерна. Выращиваем картофель, зерно, кукурузу на зерно выращиваем, сахарную щеклу мы сделаем. Поэтому работы очень много. И сейчас мы ведем подготовку к следующему урожаю. Нам поменяли структуру в связи с тем, что подключили нас на доверительное управление к БНБК Агро. Мы поменяли структуру поселных площадей Азима Клина. Перешли на Азим и Ячмень. Мы его увеличили в 7 раз. В Михалевской Ниве особенно гордятся своими экипажами. В уборочной приняли участие 3 молодежных среди них и 1 семейный. Конечно, организация внесла весомую лепту в общий каравай. Здесь намолотили больше 7600 тонн зерна. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 3500. Хорошо себя показал Азим и Ячмень. Мы выращиваем его в третий год. В том году у нас было всего лишь 7 гектар. Культура нам понравилась. В этом году мы посеяли 105 гектар. Урожайность составила 68 центнерых гектаров. Борочная в этом году прошла вовремя. Погода способствовала. Техника хорошо была подготовлена. Общий вес хлебного каравая Могилевской области перевалил за миллион 14 тысяч тонн. За таким рекордом стоит кропотливый труд комбайнеров и водителей, агрономов и селекционеров, ученых и руководителей хозяйств. Зерновые культуры в современном мире поистине новое золото. Именно оно гарантирует нашей стране продовольственную безопасность, стабильность и уверенность. Белорусы не пропадут, да еще готовы и поделиться. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Доступная корзина. Парламентарии продолжают проводить мониторинги цен. Проверяют то, что в приоритете – молочку, крупы и овощи. На полках обязательно должны быть представлены социально значимые товары. Крупные торговые сети – выбор не случайный. Магазины в шаговой доступности с известным брендом и широким перечнем привлекают покупателей. На этом и могут сыграть владельцы. В месяц надбавка не должна превышать 1,2%. В этот раз без нарушений. Продавцы отмечают – раньше не хватало продукции в Татарпаке. Однако и большого спроса на нее не было. Сейчас же ассортимент поражает. Больше всех постарались отечественные производители. На замену западным диковинкам пришли белорусские аналоги. Каждый депутат – это потребитель. Он ходит точно так же, как все граждане покупают товары и продукты. И на сегодняшний момент, работая в округах, ежемесячно мы проводим такой мониторинг. Мы сотрудничаем с нашим управлением торговли Бобрусского госполкома. С января во многих торговых сетях действует 10% скидка для пенсионеров, инвалидов, многодетных, малообеспеченных, а также тех, кто получает ежемесячное пособие. Для удобства в стране создан и портал для сравнения стоимости товаров, где можно в любое время найти выгодное предложение. Не профессия, а призвание. В Беларуси отмечают День учителя. Сегодня в школах и гимназиях страны трудится 93 тысячи педагогов. В этом году в учреждение общего среднего образования пришло порядка 5,5 тысяч молодых специалистов. И здесь государство оказывает поддержку, чтобы они не только состоялись в профессии, но и перенимали опыт своих наставников. Бобрусское исключение. О формуле успеха Ольга Васенда. Значит, пройдем такой эксперимент. Я сейчас буду удалять камертонным точкам, а вы попробуйте угадать, какой это тон и какая будет. Хорошо? Давайте. Электрические цепи, набор резисторов и вольтметры. Светлана Здоронкова, 22 года, рассказывает про звуковые волны, учит решать задачи и вычислять формулы. Физика – ее страсть по жизни. Помимо этого, педагог еще и классный руководитель 11А. Плюс дополнительно ведет астрономию. Строгий учитель, на мой взгляд, это тот, который требует, чтобы дети готовились к предмету достаточно хорошо, чтобы они работали на уроке. Потому что для меня важно не то, чтобы ученик выучил, так скажем, зазубрил какой-то материал. Для меня важно, чтобы ученик на уроке был активным, чтобы он к знанию пришел сам. Только здесь свой профессиональный праздник отмечают 102 наставника. Каждый из них искренне любит свое дело, ведь школа – живой организм, и он дышит, пока есть учитель, ученик. Вторые постоянно сталкиваются с трудностями, а первые ищут выходы и, кажется, могут решить любой вопрос. Каждый преподносит по-своему материал, и я за это их и люблю. Если правда видно, что именно ты не можешь, они просто бездельничают, что они подойдут, помогут, объяснят, и будет понятно. Современный учитель должен быть открытым, он должен находить общий язык с детьми, потому что тогда будет намного легче работать, и все какие-то нюансы сразу уходят. То есть, если учитель понимает детей, а дети понимают учителя, то намного легче и проще работать. Учителя у нас очень добрые, отзывчивые, они идут на встречу, если нам что-то надо, и они очень хорошо рассказывают свою материну. Новые вызовы и реалии меняют подходы к образованию. Учебный процесс должен быть понятным и интересным, а система контроля знаний объективной. Именно поэтому гаджеты на уроках недопустимы. Во время занятий телефоны находятся в беззвучном режиме. Ученики пользуются мобильными только на перерывах, и то в случае острой необходимости. Последнее изменение кодекса, оно вообще очень значимо для образования, и меня очень радует, как еще по второй профессии учитель-дефектолог, то, что инклюзия, этот момент введен в образование, и это большой шаг в воспитании детей. Учителя не только дают знания, но и воспитывают настоящих патриотов. Реализуют проекты на тему исторической памяти. Например, проводят выставки, посвященные геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной. С детьми посещают музеи и архивы. На уроках формируют ключевые ориентиры и ценности – благородство, мужество и патриотизм. Работу упрощает электронный журнал. Здесь выставляются отметки, пропуски, вносятся домашние задания и темы уроков. Аналогично заполняются дневники. Доступ к ним есть и у родителей. Быть просто педагогом мало, особенно в начальной школе, ведь в душе каждого ребенка есть невидимые струны, и если их трогает умелой рукой, то они и звучат красиво. Юлия Чернова чувствует, понимает и поддерживает абсолютно каждого ученика. Малышей учит читать, писать и решать примеры с их первого школьного звонка. Каждый урок я продумываю, я готовлю карточки, я пытаюсь найти интересные какие-то задания, потому что если я приду неподготовленная, во-первых, мне будет сама некомфортно, я не буду знать, к чему подступиться, а во-вторых, вот эта вот вся подготовка дает мне возможность найти интересные задания, детям будет интересно на уроке. Со сцены Дворца искусств звучат поздравления от руководства города. В зале те, для кого быть педагогом не просто работа, а призвание. Более 60 человек награждают почетными грамотами и цветами. Праздничное настроение у нас есть у всех. С утра нас поздравляли дети в школе, наши ученики, родители. Был праздничный концерт, поэтому все мы довольны, при понятном настроении, счастливы и готовы к работе снова. Уважение, пример и почет. Всего же в городе больше трех с половиной тысяч педагогических работников. Это те люди, которые воспитали нас, наших детей и продолжают вкладывать душу в подрастающее поколение. Неспроста учителя называют вторым родителем. Дорогая Настя Олеговна, поздравляю вас с днем учителем. Желаю хорошего настроения, здоровья и чтобы мы все учились на десятке. Поздравляю свою любимую учительницу Дулепскую Ирину Петровну. Желаю, чтобы у нее были хорошие дети, чтобы она хорошо их учила, чтобы у нее всегда было счастье, здоровье, чтобы она всегда была такой же счастливой и доброжелательной. Политика государства неизменна. Образование должно быть доступно для каждого, а подача материалов – качественной и интересной. Поэтому система не стоит на месте, постоянно находится в динамичном и эффективном совершенствовании. А наши педагоги не только передают знания, но и формируют личность. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Очередная неудачная попытка раскачать общество. В сети набирает обороты информация о мобилизации белорусов. Повестка до получения мобилизационного предписания приходит и вправду. Однако недоброжелатели исказили суть. Все дело в том, что все мужчины состоят на воинском учете. Каждый год в штатном режиме с учетом возраста начинается перевод из одного разряда в другой. По состоянию на 1 сентября на сборы отправлены 200 бобручан. Военный комиссариат работает в штатном режиме. Мобилизация, которая производится в Российской Федерации, к Республике Беларусь отношения не имеет. Мы направляли повестки, направляем повестки и будем направлять повестки для выполнения своих задач по предназначению в мирное время. Нужно понимать, повестки для мобилизационного предписания и для призыва на службу отличаются. Документ, который получают молодые люди по достижению 18 лет, не имеет номера, заверяется гербовой печатью и подписью военного комиссара. В тексте обязательно указывается цель вызова. Возраст в паспорте – молодость души. В Беларуси отметили День пожилых людей. Это праздник полутора миллионов жителей нашей страны. Именно столько человек перешагнули 65-летний рубеж. В Республике созданы условия для того, чтобы все, кому завели, интересную, насыщенную жизнь и ни в чем не нуждались. О серебряном возрасте Татьяна Горбач. Антонине Толкачевой, 90. В отделении круглосуточного пребывания женщина уже 10 лет. Но ей больно вспоминать о том, как она сюда попала. Поставила на ноги троих детей, вырастила внуков и правнуков, похоронила мужа. По доброте душевной переписала дом на дочь. Та выгнала ее на улицу и паспорт забрала. Мол, иди на все четыре стороны. Помогли бывшие коллеги по работе с фабрики Держинского, нынешней славянки. Пристроили бабушку туда, где ее окружили теплом и заботой. Мне настолько здесь хорошо, что вы не представляете, я никому не подчиняюсь, я никого не обижаю. Медсестра на тебе и укол может и поставить диагноз тебе, и таблетку дать, и давление померить. Очень хорошая санитаргия. Здешние постояльцы – люди, которые в силу возраста или болезни не могут жить самостоятельно. Те, кому за 60, инвалиды первой и второй групп, всего 33 человека, отделение рассчитано на 45. В уютных комнатах размещаются от одного до трех, но большинство предпочитает компания. Собираются за просмотром телевизора, играют в шахматы, собирают пазлы, занимаются художественной резьбой и много читают. В распоряжении постояльцев богатая библиотека. Не оставляют стариков и общественные организации, навещают, устраивают концерты. Бытует мнение, что в подобных заведениях люди доживают свой век. Нет, они не доживают, они живут здесь с полноценной жизнью, общаются, знакомятся, влюбляются и даже создают семьи. Вы знаете, за 15 лет моей работы в отделении создалось 5 семей. Чуткий персонал ухаживает за своими подопечными. Повара обеспечивают пятиразовое питание, в том числе и диетическое. Работники по уходу помогают прибраться в комнатах, переодеться, побриться, подстричься, искупаться, сопровождают в поликлинику и на прогулке. К здоровью постояльцев самое пристальное внимание. Здесь и давление померяют, и с доставкой лекарств помогут. И что самое главное, выслушают и пожалеют. Коллектив довольно душевный, добрый. Почему? Потому что сами наши дедушки и бабушки, мы представляем их своими родными людьми преклонного возраста, понимаем их проблемы. Мы стараемся найти к каждому индивидуальный подход. К счастью, не всем пожилым нужен специальный уход. Для многих жизнь на пенсии только начинается. Люди элегантного возраста могут еще дать фору молодым. Поют, танцуют, участвуют в спортивных состязаниях. Теплым сентябрьским деньком собираются в городском парке. Демонстрируют незаурядную силу, выносливость, смекалку и творческие способности. Ловко обращаются с мячом, состязаются в дартсе и мини-боллинге. Праздник организовывает территориальный центр Ленинского района. Скандинавская ходьба – это один из видов ходьбы, который гармонично развивает человека, способствует расслаблению мышц всего человеческого тела, создавая хорошее настроение, формируя радость, улыбку, позитив на долгие-долгие годы жизни. Люди серебряного возраста молоды душой, любознательны и впитывают эту жизнь всеми фибрами души. Многих увлекают пешие прогулки и долгие путешествия. Любовь к истории родного города собирает внушительную группу у свято-георгиевского храма. Далее – увлекательная экскурсия по местной жемчужине Бобруйской крепости. Проекты «60 плюс» и «5 тысяч шагов» реализует ТЦСОН Первомайского района совместно с Центром туризма и краеведения. Пенсионеры уже побывали в Лиде, Воложине, Ивье, и это только начало. Я хочу вообще выразить благодарность и нашему городу, и нашему государству, хотя бы прежде всего за то, что заботятся о пенсионерах, что стараются нам организовать прекрасные досуги, что дают нам возможность узнать историю нашего города, узнать историю нашей страны. Отличная физическая форма и задорный огонек в глазах. К этим женщинам за 60 хочется обращаться девушки. Они обворожительно танцуют под латиноамериканские ритмы и зажигают зал своей энергией и позитивом. В территориальном центре Первомайского района проходит праздничный концерт. Эстрадный вокал, проникновенные стихи и поразительный артистизм – нашей умудренной опытом молодежи по силам любая высота. Вот мы пенсионеры, сейчас не работаем, и дома нам сидеть скучно. Нам хочется куда-то ходить, с кем-то общаться. И вот здесь, в этом социальном центре, мы получаем это общение. Вот лично я занимаюсь вокальным пением. Мне это очень нравится. Ну и клуб этот очень у них хороший, доброжелательные они все. Хорошо к нам очень относятся, внимательно. В Беларуси более полутора миллионов человек перешагнули 65-летний рубеж. Свыше 400 отпраздновали вековой юбилей. 20% пенсионеров продолжают трудиться и передавать свой бесценный опыт молодому поколению. В республике выстроена четкая система по поддержке пожилых людей. Расширяются возможности для активного долголетия и самореализации. Созданы условия для того, чтобы все, кому за, вели интересную, насыщенную жизнь и ни в чем не нуждались. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Для волнения нет причин. В Бобруйске снесут ветхие здания. Речь идет о постройках, расположенных на Новошоссейной 25. Работы проводятся в рамках комплекса мер по наведению порядка в городе. Один из самых эффективных методов сноса неэксплуатируемых ветхих брошенных аварийных зданий является метод подрыва. Именно таким методом в городе Бобруйске с 3 и 4 числа будут производиться работы по демонтажу объектов недвижимости. Снос будет производиться с 12 до часа и с 16 до 17. Во избежание разбитых стекол жителям улиц, которые прилегают к железнодорожному вокзалу, рекомендуют открыть окна. Рекордная явка, массовые протесты и новая прописка. 14-й айфон будут производить в Индии. С чем это связано? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Владимир Путин подписал договор о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Следующий шаг – ратификация в Госдуме и Совете Федерации. Свои будущие жители этих территорий выбрали сами. Это показали референдумы, где явка была рекордной, а результаты более чем показательными. На американский штат во Флориде обрушился ураган Иен. Из-за этого поднялся уровень воды на 3,5 метра. Начались проливные дожди и усилился ветер до 240 км в час. Торнадо разметал и частные самолеты. Несмотря на призывы властей эвакуироваться, многие жители попали в ловушку. Более 2 миллионов человек остались без света. Введен режим ЧАЭС. По Франции прокатилась волна массовых протестов и забастовок. Люди вышли на улицы крупнейших городов. Только в Парижском шествии участвовали 40 тысяч человек. Требовали повышения зарплат, минимальных социальных выплат, пособий и пенсии. В тот же день премьер-министр Элизабет Борн объявила, что правительство проведет новый раунд консультаций, чтобы принять законопроект о пенсионной реформе до зимы. Кабинет министров не намерен уступать вопросе от срочки возраста ухода на заслуженный отдых до 65 лет. Ушел из жизни талантливый хореограф и эстрадный исполнитель Борис Моисеев. Как известно, последние годы он тяжело болел. Причиной смерти стал инсульт. Ему было 68. Первую песню записал в середине 90-х. Всего выпустил 10 альбомов. К слову, певец родился в БССР и именно здесь начинал свою творческую карьеру. Айфоны 14 начнут производить в Индии. Такое решение принял Apple. Это связано с политическими рисками в условиях роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, азиатская страна – второй по величине рынок смартфонов после Китая. К слову, в продажу гаджеты поступят ориентировочно в конце 2022-го. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова